МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это информационная программа новости Курган.ру с главными событиями Кургана и Курганской области познакомим вас я и мои коллеги в ближайшие полчаса. В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте! В ночь с 8 на 9 октября в Кургане произошел крупный пожар. Почти два часа специалисты боролись с пламенем, охватившим кровлю Курганского литейного завода. В распоряжении Курган.ру оказались оперативные съемки, которые на месте ЧП провело Главное управление МЧС России по Курганской области. Сообщение о пожаре поступило на пульт около 4 часов утра 8 октября. Горело отдельно расположенное здание на проспекте машиностроителей 23В. На место незамедлительно были направлены силы и средства Курганского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту вызова было установлено, что горением охвачена часть кровли на площади 1000 метров квадратных. Пожару был присвоен повышенный ранг пожара номер 2. Тушение пожара затруднялось плотной застройкой и сложной конструкцией кровли. Пожарным было сложно подобраться к очагу возгорания. Всего в ликвидации было задействовано 72 человека и 23 единицы техники. Огнеборцы совершили настоящий подвиг. Они сумели блокировать пожар и не допустить перехода огненной стихии на оборудование, имеющееся в цехе. Его удалось отстоять. В 0,5 часа 11 минут пожар был локализован. К счастью, обошлось без жертв. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства. Точную причину установит испытательная пожарная лаборатория. Алла Маковеева, Николай Волков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Затолкали в машину и увезли. Происшествие произошло вечером 6 октября возле ТРЦ «Гиперсити». Трое нападавших, в том числе молодая девушка, силой затолкали 18-летнего парня в машину и повезли за город, чтобы выбить денежный долг. Это произошло прямо на глазах у посетителей охраны и торгового центра. Очевидцы даже сняли случившееся на видео и выложили пост в группе «Инцидент Курган» в соцсети ВКонтакте. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали автомобиль. Трое подозреваемых также задержаны. По факту похищения человека возбудили уголовное дело. Его расследованием занимается Следственный комитет России. К другим новостям. В селе Веденское после реставрации был открыт памятник воинам, отдавшим жизни в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии поучаствовал председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. В 1989 году на территории Веденской средней школы появился памятник героям Великой Отечественной войны, выпускникам этой школы, отдавшим свои жизни на поле боя за мирное небо над головой. Считайте, что на 99% создателем этого памятника являюсь я. Инициатива была, конечно, выпускников, которые собирались на встречи. А после того, как инициатива была проявлена, деньги по 10, 5, по 15 рублей я собирал. И пока не насобирал 4 тысячи, пока не объявили конкурс, не выбрали нужный нам памятник горельеф с фигурой солдатца. Все началось. С тех пор прошло много времени. Несмотря на то, что за памятником регулярно ухаживали, с годами он пришел в непригодное состояние. Курганской областной думе было принято решение выделить грант на реставрацию мемориала. Совет ветеранов местный, сельские депутаты обратились с помощью поддержать предложения, поддержать их начинание в части восстановления, ремонта мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне, в том числе, в частности, мемориала о погибшем учителям и ученикам выпуска 1941 года. Уложили средства, привлекли заинтересованных граждан, местных жителей. И видите, получилось сегодня то, что есть возможность теперь школьникам приходить и смотреть на своих, скажем, предшественников. Сегодня этот мемориал является достойным примером того, как необходимо сохранять память о тех людях, которые 75 лет назад защищали нашу Родину, свои собственные жизни. Благодаря этим людям мы сегодня живем без войны, под мирным небом. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Как курганцы относятся к предстоящему двухдневному отключению воды? Знают ли его причины и вызывают ли они у людей понимание? Наше информационное агентство провело на улицах города опрос. В пятницу и субботу, 11-12 октября, в Кургане не будет воды. Радости у горожан это, разумеется, не вызвало. Но курганцы с пониманием относятся к причинам отключения. Водный союз будет врезать новый полностью модернизированный трехкилометровый участок магистрального водовода, по которому вода поступает в город Сарбинских очистных сооружений. После этого количество аварийных отключений должно значительно уменьшиться. Я считаю, что надо ремонт делать обязательно. Как бы мы ни страдали без воды, но без этого не обойтись, наберем. Заменять надо. Трубы же давношние. Все равно это надо менять. Как бы мы ни хотели, но это надо делать. Я за это, что надо менять. В любом случае, если это надо делать, то значит надо делать. И, соответственно, пусть делают. Главное, чтобы как-то заранее предупреждали, чтобы можно было людям какой-то запас сделать. Я думаю, так. Ну, если надо, значит надо. Запасемся. Готовы. Не проблема. Надо, значит надо. Ремонтировать надо. Надо. Чинить надо. Все наши эти сети, они уже все уже давно-давно устарели. Так что удивляться здесь нечему. Делают. Молодцы. И слава Богу. Да, я готов потерпеть 2-3 дня ради того, чтобы поменяли трубы. Наш опрос показал, что курганцы готовы потерпеть, поскольку понимают, ремонт приведет к уменьшению аварийных отключений в дальнейшем. Горожане считают, что водному союзу надо активнее вести развесительную работу среди населения. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Курганские фестивали отличились на национальной премии Russian Event Awards среди Приволжского и Уральского федеральных округов. Фестиваль «Воздухоплавание небесной ласточки» стал третьим в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». А фестиваль «День сырка» получил бронзу в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма». Теперь им предстоит принять участие в общенациональном финале, который пройдет с 15 по 17 ноября в Самаре. Стоит отметить, что оба этих масштабных мероприятия проводились в Курганской области впервые. Организаторы обещают, фестивали станут традиционными. Пепелище вместо свалки. Жители поселка Лесниково Китовского района обратились к нам с просьбой о помощи. Они жалуются, что частые пожары на местном мусорном полигоне. Разные точки зрения на эту тему выслушала Ольга Медведева. Этой свалке твердых бытовых отходов всего два года. На первый взгляд все хорошо. Окопано двойным кругом в целях пожарной безопасности. Отдаленность от ближайшего леса достаточная. Однако жители близлежащих поселков и дачных кооперативов говорят, устали от постоянных пожаров на полигоне. Весь дым идет на поселок, и мы дышим сженым пластиком. Этот поселок находится всего в двух километрах от свалки. И когда на ней горит мусор, его жители жалуются на нестерпимую головную боль. Ведь запах даже через закрытые окна проникает в их дома. Это такая гарь, и при том она идет по низу. То есть не по верху даже дыма, а по низу. Я уже снимала эту свалку, и она горит примерно около восьми часов вечера. Постоянно ее поджигают. То есть в ночь мы вот в этом угаре живем. А как часто? Как часто, но, наверное, раз в две недели точно. Елена Банщикова не единственная, кто недоволен близостью такой жаркой свалки. Здесь в диапазоне 10 километров как минимум еще пять поселков и 13 садоводств. Многие мусор сюда вывозят. Хотя свалка задумывалась как перевалочная, объяснили нам в местной администрации. Временный пункт при вывозе мусора на основную свалку, которая находится дальше, вблизи районного центра. Но временное хранилище быстро стало постоянным. Мусор-то свозят все, а вот кто поджигает? В сельском совете отвечают местные охотники за металлом. Да, было, было социальное заявление, выезжал участковый. Ну, как я понял, делалось предупреждение. Нету таких глобальных мер, чтобы за это наказывать. Хотя бы надо быть, я не знаю, кто это на федеральном уровне или на областном, надо очень ужесточить эту полемию. Потому что меня там машины чуть не сбивали. Вот такие ребята. В каждом поселке это сообщение с главами. У всех это проблема существует. И главное, чтобы или милиция реагировала, или нас надели какие-то полномочия, или как-то что-то, чтобы было строгое наказание. У жителей на этот счет мнение другое. В возгораниях виновны органы власти, в чем ведомстве обслуживания свалки. Якобы так легче контролировать ее постоянно растущие размеры и объемы. Так или иначе, глава поселка в курсе ситуации. Уверил, с пожарами борется лично. Полигон к тому же охраняется. Правда, работа охранника ограничивается буднями и рабочими часами, как у всех. А требования жителей остаются неизменными. Как максимум, ликвидировать свалку. Как минимум, они уже готовы сами организовать круглосуточное дежурство, чтобы это в прямом смысле слова «головная боль» исчезла. Ольга Медведева, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». В Курганском силовом ведомстве новый руководитель. Указом президента России Владимира Путина на должность главы Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области назначен полковник юстиции Богдан Франциско. До перехода в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в Следственном комитете по Республике Крым. На своем посту Богдан Франциско сменил исполняющего обязанности главы Дмитрия Цымбаленко. Последний теперь занимает должность первого заместителя руководителя. 24 сентября «Курган.ру» выпустила сюжет о Нине Ивановне Мытаркиной. 80-летняя пенсионерка проживает в микрорайоне Глинке, в доме, который разваливается. Починить жилище некому и не на что. На днях к нам в редакцию поступила официальная реакция. Главное управление социальной защиты населения Курганской области сообщило, что 30 сентября Нину Ивановну Мытаркину посетила специальная комиссия. Пенсионерки подробно разъяснили порядок оформления в дом-интернат и предложили свою помощь в прохождении медицинской комиссии и сборе необходимых документов. Однако от оформления в дом-интернат хотя бы на зимний период Нина Ивановна отказалась. В дальнейшем она хочет продать свой дом и купить другое жилье. В зиму печку топлю по три раза, дрова беру по 1800 кубик, вот и все равно сплю в валенках. Три одеяла, нынче еще одну купила, невозможно. Чиновники подчеркивают, что одинокой пенсионерке помогают органы социальной защиты населения. Аргана Нина Ивановна у нас стоит на обслуживании с 2004 года. Обслуживание у нее бесплатное, так как пенсии у нее ниже прошуточного минимума. То есть гарантированные услуги мы оказываем бесплатно. Это доставка продуктов, оплата коммунальных и доставка воды. Посещаем мы ее три раза в неделю. Нам стало известно, что ситуацией также заинтересовались политические партии. Возможно, у истории одинокой пенсионерки, которая проживает в ветхом жилье, будет продолжение. Анна Карпушина, Николай Волков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Не все топливо, которое продают на курганских автозаправках, соответствует государственным стандартам. Стали известны результаты анализов проб, которые в середине сентября на заправках взяли общественники. Кто попался, узнаете из сюжета. Во второй декаде сентября Общероссийский народный фронт с представителями общественной палаты Курганской области провели рейд по АЗС города. Они взяли пробы топлива самых ходовых марок – бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива. Экспертизу проводила независимая лаборатория. Мы видим, что топливо визуально чистое, а там уже дальше лаборатория покажет. Проверку прошли три автозаправочные станции. Управляющая еще одной АЗС категорически отказался давать бензин на пробу общественникам. Результаты проверки показали, что только у одной из трех АЗС продаваемое топливо соответствует государственным стандартам. Это заправка «Новый поток», которая находится на улице Омской в Кургане. Итоги проверки топлива заправок «Дизель-Транс» автодорога «Курган-Шадринск» и ООО «Грант» Китовский район, село Большое Чаусова, 266-й километр автодороги «Челябинск-Комск» оказались неудовлетворительными. Их бензин и дизельное топливо не соответствуют нормативам по тем или иным параметрам. Общественный контроль – это вещь, которая позволяет давать какую-то независимую оценку. Во-первых, появилось определенное спокойствие с точки зрения понимания качества топлива, которое есть в Курганской области. И появилась определенная осведомленность о том, где что происходит, где качественное топливо, где бывают проблемы определенные. Добавим, что проверка проводилась не ради самой проверки. Ее результаты общественники направили в прокуратуру Курганской области для принятия официальных решений. Подобные ряды в Кургане и районах области станут ежемесячными. Алла Маковеева, Никола Волков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане для пешеходов поставили новый светофор, но тут же перекрыли ограждением. Горожане возмущаются и не понимают, как им теперь переходить дорогу. Власти города обещают, что все это временно. На перекрестке улиц Карельцева и Гоголя возле торгового центра Пушкинский дорожники установили новый светофор. Горожанам бы впору радоваться еще одному регулируемому пешеходному переходу, но нет. На пути появилось ограждение, которое только сбивает с толку. Возникает все больше вопросов, зачем поставили этот забор, как им переходить и нарушают ли они при этом правила. Мы решили узнать, насколько затруднен переход проезжей части на этом участке. «Сама первый раз подошла, не знаю, еще растерялась, куда мне. То ли в эту отверстие, так сказать, пройти, то ли вот так, то ли пройти как по старому переходу. Здесь я еще не собираюсь, как переходить. Ну, так, конечно, нет. Но, в принципе, переход сделали очень правильно. Я считаю, что вообще удобно, потому что там не всегда перейдешь. Бывает, люди перебегают на остановку, и у них комфортно. А здесь и к магазину убрали лишний переход, что люди нарушали правила. И сейчас по правилам хорошо все идет. Это не только неудобно, это вообще неприемлемо, Даши. Это что за ерунда? Вот, значит, у нас светофор, здесь будет ограда. А как мы должны, через ограду, что ли, прыгать? Ну, это смешно». Мы обратились в администрацию города, чтобы нам разъяснили, что будет с пешеходным переходом. Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана рассказал, что ограждение установлено исключительно для безопасности пешеходов и автомобилистов. И после окончания ремонтных работ будет демонтировано. «На данный момент там меняется конфигурация перекрестка. Светофорная стойка установлена на данный момент на проезде. Пока работа не выполнена, ее обойдут бортовым камнем. В качестве временной меры установили ограничивающие ограждение для того, чтобы транспорт по ошибке не въехали, грубо говоря, в стойку». Теперь горожанам остается лишь немного потерпеть временные неудобства и дождаться, когда пешеходный переход вновь станет не только доступным, но и безопасным для всех. Стоит отметить, что ранее в Кургане металлическим забором уже перекрывали один из выходов на тротуар с пешеходного перехода в районе пересечения улиц Колемиготина и Тобольной. Там это объяснили высокой аварийностью на данном участке. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Курганской области пресекли попытку дать взятку должностному лицу. Кто, кому и за что, узнаете прямо сейчас. В июле 39-летний гражданин Азербайджана на фургоне пересекал пограничный автомобильный пункт пропуска в Петухово. Ранее он уже попадал в поле зрения оперативных сотрудников в связи с причастностью к ввозу санкционных грузов на территорию России. В этот раз внутри фургона находились не польские яблоки, а 3600 бутылок алкогольной продукции казахстанского производства. На бутылках отсутствовала российская маркировка. Проще говоря, алкоголь был контрафактным. Чтобы сотрудник пограничного управления закрыл на это глаза, иностранец дал ему взятку в размере 20 тысяч рублей. Получение взятки было инсценировано. Гражданина Азербайджана тут же задержали оперативники. Факт дачи взятки запротоколировали. Материалы уголовного дела передали в Петуховский районный суд. В ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и свою вину признал полностью. В ходе судебного разбирательства вина перевозчика была доказана. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, переданные в качестве взятки, также обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба пограничного управления по Курганской и Тюменской областям. Алла Маковеева, Николай Волков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Скажите, ГАФ на сайте информационного агентства Курган.ру стартовал уже традиционный фотоконкурс «Чемпионат». Да-да, вы не ослышались «Чемпионат», а главные герои его – «Щенки». О самых мимишных подробностях узнаете из следующего сюжета. Юта, расскажи, каково тебе было участвовать в прошлом году? Однозначно весело. На сайте Курган.ру в самом разгаре фотоконкурс «Чемпионат», а Юта – победительница прошлого года. У Юты есть владелица, а в простонародне – мама Ксюша. Спустя год девушка делится вновь своими впечатлениями. Я увидела объявление о чемпионате и думала, ну дай попробую. Юте на тот момент было, по-моему, 9 месяцев или 10. Вообще мы ни на что не надеялись, не рассчитывали, но в итоге победили практически во всех конкурсах и в итоге стали абсолютным победителем «Чемпионата». Я, конечно же, желаю, чтобы побольше народу участвовало в этом, чтобы показали своих замечательных щенков и сами попробовали выступить. Это очень интересно. Хочется отметить, что в конкурсе могут принять участие щенки любых пород, а также беспородистые, в возрасте от 3 до 12 месяцев. Регистрация участников уже началась. Конкурс будет проходить с 26 сентября по 27 октября 2019 года. Победители конкурса определятся 25 октября, а 27 октября будет награждение победителей. В этом году мы в очередной раз будем проводить праздник для владельцев щенков, независимо от их породы, который называется «Чемпионат». На этом празднике мы предлагаем владельцам поучаствовать в различных конкурсах, такие как «Веселые старты», «Конкурс костюмов», «Конкурс талантов собачьих» и также получить консультацию от профессиональных кинологов по выращиванию собачки. Также организаторами проекта планируется фотосессия для собак и, конечно же, много различных призов. Регистрация участников проходит в зооцентре «Зверь». Для этого нужно прийти в центр, заполнить заявку, указать свои данные, а также данные щенка. Заранее можно указать и конкурсы, в которых вы планируете принять участие. Дорогие друзья, мы ждем вас на нашем празднике, обещаем, что будет весело, интересно, и каждый обязательно получит подарок. Ни один щенок не останется незамеченным. Также партнером проекта является гипермаркет низких цен «Маяк», который очень скоро откроет свои двери для жителей нашего города. Регистрируйтесь и участвуйте в конкурсе. Выигрывайте призы и побеждайте вместе со своими любимцами. Анастасия Аленова, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство «Курганру». Проект про дома и людей «Курган» в этом году присоединился всероссийскому движению «Томсойерфест». Это добровольческий проект восстановления исторической среды, который на сегодня поддержали около 50 городов. С куратором фестиваля в областном центре встретился наш корреспондент. Курганские томсойеровцы выбрали для реставрации дом номер 32 на улице Кирова. Работы начали в конце мая. И вот сегодня фасад уже почти воссоздан в своем первоначальном виде. «Томсойерфест» – это прежде всего история про то, как люди самостоятельно восстанавливают исторический облик места, где живут. Мы даже для себя просматривали, какое количество средств и материалов мы собрали за этот сезон. Одними только деньгами получается более 70 тысяч. А если смотреть инструментарии, материалы, оборудование, которое нам присылали коллеги и спонсоры, то это, конечно, гораздо больше. Объект для ремонта выбрали не случайно. Понравились деревянные ворота – единственный из XIX века, сохранившийся в городе. Сам дом известен в Кургане как «Дом Лопатина» – профессора Курганской сельхозакадемии. Табличка с его именем обнаружилась в первую неделю работ, когда счищали старую краску. Дом и сейчас остается жилым. Правда, сегодня он разделен на трех, а не на двух хозяев, как это было раньше. Вообще, говорят организаторы здания, словно само стало рассказывать о тех, кто когда-то в нем жил. За 166 дней ремонта активисты узнали много историй от нынешних владельцев и просто тех, кто проходил мимо. Про балкончик говорят, что здесь, возможно, один из первых хозяев был как раз учитель астрономии. И с этого балкончика он наблюдал за определенными явлениями. И к нему в том числе приезжали ученые из Европы или ученые из Европы. И, собственно, сам балкончик проектировался как раз для того, чтобы учитель мог этим заниматься. И, в принципе, может быть, имеет смысл посмотреть какие-то астрономические явления в тот период. И, может быть, это все совпадет. Но история – все-таки вещь, которая базируется на фактах. Дом на Кирово примечателен и резным деревянным декором. Некоторые его фрагменты пришлось воссоздавать. Реставраторы-добровольцы действуют в таком случае по рекомендации специалистов. Сейчас работы приостановились из-за погоды. Краска ложится при температуре до плюс 5 градусов. На следующий сезон оставили чердак. Здесь он больше напоминает мезонин. И покраску других сторон дома. Однако и сейчас находят артефакты. Например, старая нивелировочная метка. А некоторые не имеют глубокого археологического смысла. Такие, как этот след котенка на кирпиче, оставленный в XIX веке. Ольга Медведева, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». От Арктики до пустыни, от степей до таежных лесов. В Кургане уже в шестой раз открылся общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фотографы-натуралисты вновь удивляют своими кадрами. Величественная красота природы и разнообразный животный мир России. Всем этим курганцы могут насладиться, не выезжая из города. Достаточно посетить областной культурно-выставочный центр. Там проходит шестой общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия», который был организован известным зауральцем Олегом Пантелеевым. Выставка вновь стала местом притяжения ценителей творчества фотографов-натуралистов. Наша страна безумно красивая, безумно интересная. И поэтому наши зрители всегда могли познакомиться, где, в какой природной зоне, какие природные особенности, какие природные пейзажи, особенно для данной природной зоны, какие животные там живут. Я считаю, что в этом плане фестиваль интересен именно с познавательной точки зрения. От «Первозданной красоты» невозможно оторвать глаз. Смотришь и кажется, что сейчас порадуют арктические и пустынные ветра. Повеет запахом хвойных лесов, а живут птицы и звери. Настолько реалистичные кадры получились у фотографов. У курганского орнитолога Игоря Бологова к таким фестивалям природы всегда повышенный интерес. Мне понравилось, что животные, звери и птицы, фотографии этих животных, представленные на выставке, запечатлены в своих естественных позах, заняты своими повседневными делами. И вот фотографам удалось поймать этот кадр. Они не статичны, они в движении. Вот это больше всего увлекает, когда смотришь на фотографии. Курганцы и гости города смогут не только вдоволь полюбоваться фотовыставкой на экскурсиях, но и принять участие в творческих встречах и мастер-классах. Фестиваль природы «Первозданная Россия» будет работать до 11 ноября. Алла Маковеева, Тимур Нсулханов, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше информации вы найдете на нашем сайте. А я же с вами прощаюсь и желаю вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поляризационная насадка на очки с диоптриями «Клипонс». Незаменимый для водителей в ночное время суток. Просто наденьте насадку «Клипонс» на ваши очки и встречный свет фар больше не слепит вас, как раньше. Удобно использовать на рыбалке, лыжной или велопрогулке. Везде, где есть блики от солнца, «Клипонс» защитит ваши глаза. Поляризационная насадка на очки «Клипонс» всего за 349 рублей. Успейте заказать. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла – залог стабильной работы системы отопления. Горгаз-сервис. Когда работают профессионалы. Чемпионат стартовал на сайте Курган.ру в разделе «Проекты» и нашем аккаунте в Инстаграм. Присылайте фото ваших любимцев и выигрывайте призы. Подать рекламу и объявления на телевидение, радио, в газету и заказать визитки вы можете на точке приема рекламы. Торговый центр «Кировский», первый этаж. Найди свою активную точку. Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография «Курьер». Разработка дизайна и печать календарей любой сложности. Типография «Курьер». Время пришло. Что в этом мире для нас осталось бесплатного? Крепкая дружба. Искренняя любовь. И газета «Зауральский курьер». Доставляем на дом каждую среду. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. Авторизованный сервисный центр «Горгазсервис» осуществляет ремонт газовых котлов «Навьен», «Электролюкс», «Мастергаз», «Луч». «Горгазсервис». Когда работают профессионалы. Представляем вам сенсацию в мире готовки. Шеф-баскет – это универсальное приспособление для варки, жарки и процеживания пищи. Вы кладете макароны в шеф-баскет, минуя кипяток. Варите и прямо из кастрюли на тарелке. Отогнем ручки вниз, получим устойчивый дуршлаг. Шеф-баскет – лучший способ варить яйца вкрутую. Сразу из кипятка в холодную воду. Варка макарон, овощей, морепродуктов, жарко во фритюре. С Шеф-баскет все это станет просто и удобно. Универсальная складная решетка «Шеф-баскет» всего за 349 рублей. Успейте заказать. Ничего на свете лучше нету, чем читать бесплатную газету. Зауральский курьер. Читайте бесплатно. МЧС России предупреждает. Не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Здравствуйте. С прогнозом синоптика вас знакомит Ксения Аванесова. Среда в Заурале станет последним погожим и аномально теплым днем. Антициклон из последних сил будет держать оборону в Курганской области. И лишь к исходу дня на запад прорвется первая порция облаков и небольших осадков, связанных с атмосферным фронтом. В Челябинске плюс 12, плюс 14. В Екатеринбурге плюс 12, плюс 14. Кратковременный дождь. В Тюмени плюс 17, плюс 19. Без осадков. В Кургане малооблачно, без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 5. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет падать и составить 753 миллиметра ртутного столба. 9 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!